Здравствуйте! В эфире Курзанское телевидение, программа «Взгляд» из Венспилса, события, люди, мнения. В студии Анна Гегер. Результаты выборов известны, и теперь ведется поиск модели сотрудничества. Формирование правительства никогда не было легким делом. Однако общество надеется, что решение этого вопроса не зайдет в тупик. Ведутся переговоры о создании коалиции, и главный вопрос – будут ли сотрудничать новое единство, нацобъединение и объединенный список с партией «Прогрессивные». Партия «Новое единство» за создание более широкой коалиции, а нацобъединение и объединенный список не согласны с некоторыми позициями «Прогрессивных». В частности, в вопросе государственного языка и неграждан. Спросим мнение Венсполщан о результатах выборов. Я пошла на выборы, потому что все говорят «надо». Но, если честно, мне это неинтересно. Первые четыре партии – это хорошо, значит, наверное, все в порядке. Я удовлетворена. Честно говоря, мне, наверное, все равно. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы по всем счетам можно было заплатить. Я голосовала за Лемберга. Мне он кажется самым стабильным. Я, например, знала, за кого голосовать. Но многие, я знаю, читали, но не понимали, за кого отдать голос. Но я не знаю, как сформируется правительство. Потому что в партиях, которые прошли на выборах, один против другого. А хорошо было бы, если бы работали вместе, если бы они думали не о себе и о партиях, а о людях. Стабильность правительства зависит не только от количества голосов, но и от сотрудничества партий в коалиции. И в этом большую роль играет личность и опыт премьер-министра. Будут ли рады Венсполщане, если пост премьер-министра опять займет Кришен Искаринч? Не могу сказать, что я рада всему происходящему в стране. Но я понимаю, что не может быть, чтобы все были рады всему. Но в целом, наверное, отрицательно. Всегда хочется перемен. У меня свои фавориты. Но повторюсь, в целом я удовлетворена. Каринч или Лэнберг? Лэнберг. Но Каринч выиграл выборы. На самом деле мне все равно. До сих пор мы как-то жили, будем жить и дальше. Для меня ничего не меняется. Мне не хотелось бы, чтобы был Каринч. Но мне все равно. Нейтрально. Но главное в стране – это безопасность. Позитивно. Проверенные ценности. С одной стороны – да, с другой – нет. Что-то сделано хорошего, но хочется перемен. Многое, что обещали, но не выполнили. Потому не знаю, как будет дальше. Не знаю, кто будет следующим премьером, мне все равно. Хотелось бы чего-то другого. Почему не Каринч? Хочется перемен. Но на данный момент в качестве единственного реального руководителя будущего правительства упоминается действующий премьер-министр Кришенис Каринч. Союз зеленых и крестьян, за который больше всего проголосовали жители Венсполса и Венсполского края, не приглашают в правительственную коалицию, поскольку остальные партии не хотят сотрудничать с Союзом, пока партия продолжает сотрудничать с Айваром Лембергом. Но представители партии заявляют, что не откажутся от Лемберга. Президент страны Эгглс Левиц уже приглашал представителей всех выбранных в 14-й Сейм партии, чтобы провести предварительные консультации о формировании будущего правительства. Как сообщалось ранее, Семь Латвий принял поправки к закону, предусматривающие ряд мер по частичной компенсации роста затрат домохозяйств на теплоснабжение и отопление. Подать заявление на получение компенсации можно было уже с 1 октября. Этой возможностью воспользовалось уже более 13 тысяч домохозяйств. Большая часть заявлений, это примерно 94%, подана на единоразовую компенсацию на закупку дров. Для получения данной помощи не требуется наличие чека. Если вы купили дрова до 31 августа 2022 года и у вас нет документа, подтверждающего оплату, государство выплачивает единовременную поддержку в размере 60 евро на домохозяйство. Заявку на эту поддержку нужно подать до 30 ноября 2022 года. Для дров, купленных с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года и на покупку которых имеется документ, подтверждающий оплату ценовой уровень, с которого будет предоставляться поддержка, установлен в размере 40 евро за насыпной кубометр. Государство компенсирует увеличение затрат в размере 50%, но не более 15 евро за насыпной кубометр. Максимальная сумма поддержки, которую может получить одно домохозяйство, составит 35 евро за насыпной кубометр. Период поддержки установлен с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Заявление на получение поддержки необходимо подать до 30 апреля 2023 года. Для древесных брикетов и гранул установлен ценовой порог на уровне 300 евро за тонну. В этом случае также компенсируется и увеличение затрат в размере 50%, но не более 100 евро за тонну. Максимальный объем поддержки составит 10 тонн на одно домохозяйство. Период поддержки установлен с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года. Документы, подтверждающие оплату, обязательны. Если для отопления используется электроэнергия, поддержка будет предоставляться тем домохозяйствам, чье потребление электроэнергии превышает 500 кВт-час в месяц, но не более 2000 кВт-час. Государство компенсирует 50% цены на электроэнергию. Любое домохозяйство должно будет заплатить за первые потребленные 500 кВт-час в соответствии с ценой на электроэнергию, установленные торговцем электроэнергии, но потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано. Период поддержки установлен с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. Заявки необходимо подать с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года. Документы, подтверждающие оплату, обязательны. Подать заявление на получение государственной компенсации расходов на отопление можно на портале www.epakalpoemi.lv В связи с повышением цен на энергоресурсы, многие ищут возможность, как сэкономить. Как планируют экономить предприятие УДК, смотрите в сюжете. В рамках проекта повышения энергоэффективности предприятие УДК построило две солнечных электростанции. Одна находится около станции по очистке воды на улице Талсу, там построено 196 панелей. А вторая – около комплекса очистных сооружений на улице Цинтеру, там установлено 446 солнечных панелей. В августе было начато строительство фундаментов под солнечные панели, электрических кабелей и конструкций. В настоящее время ведутся работы по монтажу и подключению. Планируется, что суммарная выработка электроэнергии электростанциями достигнет 0,237 мегаватт в год. И она сможет заменить до 15% количество электроэнергии, необходимой для работы обоих комплексов. В результате реализации проекта будет повышена энергоэффективность водохозяйственной инфраструктуры и качество предоставляемых коммунальных услуг. Приближается зима. Эффективность солнца и работу этих панелей мы почувствуем только весной следующего года. Мы готовы к тому, что с весны следующего года мы будем чувствовать отдачу от этого проекта. Это будет примерно 15% от общих затрат на электроэнергию, которые мы будем производить сами. Это означает, что расходы на электроэнергию у нас уменьшатся на 15%. Также в рамках проекта будет заменено два канализационных насоса на насосной станции на улице Муйтас. Данная станция обеспечивает сбор сточных вод, поступающих от всех потребителей города, и дальнейшую перекачку их на честные сооружения, поэтому ее непрерывная и качественная работа особенно важна. Новые канализационные насосы представляют собой интеллектуальное и энергоэффективное оборудование последнего поколения. Они экономят до 8% от количества электроэнергии, потребляемой в производственных процессах в течение года, а также обеспечивают более эффективный и качественный процесс перекачки источных вод. Есть два варианта. Первое – мы производим электроэнергию, а второе – экономим. Если ранее мы потребляли до 200 тысяч киловатт в час, то сейчас, установив новые насосы и компрессоры, мы будем тратить как минимум на 10% меньше электроэнергии. И вдобавок ко всему весной мы начнем сами производить электроэнергию. Наши затраты на электроэнергию уменьшатся не на 15, а скорее на 20%. Проект финансируется при поддержке Европейского фонда регионального развития. При нынешних ценах на электричество вложение окупится быстрее, чем прогнозировалось ранее. Окупаемость, даже без поддержки Европейского фонда регионального развития, мы подсчитали это от 4 до 5 лет, а с нынешними ценами на электричество еще быстрее. А с финансовой поддержкой окупится это всего за год. Общая установленная здесь мощность – 0,227 мегаватт. Это достаточно много, но учитывая то, что мы потребляем большое количество электроэнергии, так как компрессоры работают в режиме нон-стоп, центрифуги, которые также тратят много электроэнергии, тоже работают круглосуточно. У нас очень много оборудования, которое работает постоянно, без остановки. Общая стоимость проекта составляет 531 тысячу 59 евро. Финансирование Европейского фонда регионального развития составляет 85%, а софинансирование предприятия УДЭКа – 15%. В Парвинской библиотеке прозвучал почти весь цикл концертов-бесед Людвига ван Бетховена «Всего одна соната и». Это проект пианиста и музыковеда Франциса Гайлюса, состоящий из пяти концертных бесед. Программа началась с одного из первых опубликованных произведений, написанного в возрасте 11 лет. Программа началась с одного из первых опубликованных произведений, написанного в возрасте 11 лет, после чего была исполнена единственная соната для фортепиано в четыре руки. Людвиг ван Бетховен доверял концепцию сонатного жанра главным образом трем инструментам – фортепиано, скрипке и виолончели. К группе единомышленников присоединился многолетний концертмейстер Венсповского камерного оркестра, скрипачка Санита Салманы, которая вместе с Санной Велерушей исполнила известную весеннюю сонату. Четвертый концерт был посвящен легендарному канадскому пианисту Глену Гульду, 40-летний день памяти которого совпал с датой проведения концерта 4 октября. В память о легендарном пианисте прозвучала соната «Рэй минор», Людвига ван Бетховена и «Музыка» и «Аганна Себастьяна Баха». Заключительный концерт состоится 27 октября. Его представит Венсполчанка, выпускница Венсполского музучилища и в настоящее время студентка музыкальной академии имени Язопа Витола Марта Лепеня. Это будет возможность попутешествовать в культурном пространстве, которое объединяет разные эпохи. Блуждая по лабиринтам партитур, погрузившись в воспоминания современников и отдавшись удивительной музыке, вы откроете для себя бессмертный дух творчества Людвига ван Бетховена. В среду, 5 октября, в баскетбольном зале Олимпийского центра Венсполс перед игрой национальной баскетбольной лиги Рамирент Кунтис Блумбергс поздравил баскетболиста 3х3 Маркуса Салмейса и тренера Яниса Земельса с успехом на чемпионате Европы У-17 по баскетболу 3х3. Воспитанник спортивной школы Спарс Маркус Салмейс в составе сборной Латвии У-17 выступал на чемпионате Европы под баскетболу 3х3, который проходил со 2 по 4 сентября в греческом городе Афины. Сборная Латвии У-17 заняла второе место. Под групповом турнире сборная Латвии победила Хорватию. В четвертьфинале обыграла команду Литвы, а в полуфинале одолела команду Израиля и вышла в финал. В финале латвийцы сыграли против сборной Германии, уступив в упорной борьбе один пункт и завоевав титул вице-чемпиона Европы. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.